Искусство эмали Долгую проволоку из драгоценного металла превращают в витой жгут и им выкладывают узор образующей ячейки. Дополнительным украшением может служить зерни – маленькие золотые или серебряные шарики. Чтобы надежно закрепить набранный узор, его необходимо спаять. Из кусочков эмали готовят мелко перетертую стеклянную массу и заполняют ею каждую ячейку. После обжига при высокой температуре на поверхности металла образуется тонкое стекловидное покрытие. В XIX веке искусство эмали переживает небывалый расцвет. Мастера достигают высочайшего художественного уровня, их произведения становятся известны во всем мире. Эмаль во всех ее видах была любимым средством художественной выразительности прославленного московского живописца по эмали Федора Ивановича Рюкерта. Согласно семейному преданию, Фридрих Морец Рюкерт был привезен в Россию еще подростком, представителями одной из старинных княжеских фамилий. Однако это скорее легенда. Документальных свидетельств этому нет. Началом работы предприятия Рюкерта принято считать 1886 год. Его небольшие живописные и серебряные мастерские находились в районе Таганки, в Рогожской части. В документах сохранилась запись о живописном по эмали заведении Рюкерта, в котором в те годы работало всего 4 человека. В начале 20 века количество работников возросло до 14. В новом доме на углу Воронцовской улицы и Безымянного переулка располагались и мастерские, и жилые комнаты рабочих, и квартира самого Рюкерта. У Федора Ивановича было трое детей от первого брака с немкой по имени Эмиль. Как и родители, они имели прусское подданство. Вторая жена, Евгения Калистратовна Белова, была дочерью Стеклодува, работавшего на заводе в Большой Вишере. У супругов было семеро детей. Сыновья работали в мастерской отца. Старшие Павел и Федор учились, хоть и непродолжительное время, в знаменитом императорском Строгановском училище. Ранние изделия Рюкерта, яркие и по-московски пестрые, с традиционными травными и цветочными узорами, близки к произведениям других эмальеров первопрестольной рубежа XIX-XX веков. Тем не менее, палитра Рюкерта выделялась среди большинства московских эмалей 80-х-90-х годов XIX века, где традиционно господствовали бирюзовый, белый, синий оттенки, большим богатством тонов, полихромных тающих теней и живописных оживок. Федор Иванович сотрудничал с несколькими московскими ювелирными фирмами, которые делали заказы его небольшому предприятию и затем продавали его произведения под своей маркой. На рубеже веков одним из основных заказчиков эмальера стала именитая придворная фирма Павла Овчинникова, поставщика высочайшего двора. Главной заслугой Овчинникова считалось то, что он стоял у истоков возрождения эмалевого дела в России. Его предприятие производило изделия со всевозможными видами эмали. Выимчатой, перегородчатой, оконной, живописной, а также с эмалевым лаком в японском вкусе. Несмотря на богатейшие собственные возможности, глава фирмы заказывал некоторые вещи и небольшому предприятию Рюкерта. Это говорит о признании Овчинниковым виртуозного мастерства Федора Ивановича. Оригинальности и самобытности его почерка. Долгое время, более 20 лет, Рюкерт сотрудничал и с другой известной московской фирмой – Ареста Курлюкова. По большей части Курлюков заказывал Рюкерту те вещи, которые нравились его клиентуре, привыкшей к традиционному стилю московской эмальерной школы. Но самым знаменитым заказчиком и многолетним партнером Рюкерта был Карл Густавович Фаберже. Его известная на весь мир фирма обеспечивала Рюкерта очень солидными заказами. Произведения продавались в фирменных футлярах поставщика высочайшего двора, снабжались инвентарным номером, а рядом с клеймом мастера Ф.Р. или даже поверх него обычно помещалось клеймо Фаберже. На рубеже веков московская фабрика Фаберже стала самым большим по размерам ювелирным учреждением империи. На ней было занято около трехсот рабочих. Магазин и контора располагались на Бриллиантовой улице Москвы, в Кузнецком мосту. В этом же доме, на втором этаже, было ателье художников-композиторов, то есть дизайнеров. Среди выпускаемой продукции как декоративные подарочные произведения в духе русской старины, так и вполне утилитарные вещи, например, солонки, вазочки, шкатулки. Изделия принимают традиционные, заимствованные у народного искусства формы. В декоре – мотивы крестьянской вышивки и резьбы. Изучение памятников минувших веков давало возможность ювелирам передать впечатление от старинного, сказочного прошлого, создавая при этом собственные неповторимые образцы. Изменение стиля Рюкерта во второй половине девятисотых годов объясняется все более тесным сотрудничеством с прославленной фирмой. Среди дизайнов Фаберже имеются наброски, явно сделанные для мастерской Рюкерта, так как они практически идентичны его вещам. Это говорит о том, что московский филиал Фаберже, заказывая Федору Ивановичу вещи для своих магазинов, высказывал пожелания относительно их облика и предоставлял эскизы. Произведения Рюкерта были яркими, показательными образцами нового русского стиля начала 20-го столетия. Они сочетали в себе традиционные орнаменты на тему русской старины с приемами и мотивами интернационального, но в первую очередь отечественного модерна. Художественные опыты с передовыми, современными формами и декором ожидаемо повлекли за собой эксперименты с ювелирными техниками и материалами. В этой сфере Федор Рюкерт выступил подлинным новатором. Первым он стал применять неоднородные по составу эмали, включающие цветной краб, что сделало оттенки более объемными, глубокими и сложными. В произведениях мастера появились болотно-зеленые эмали с блекло-желтыми крапинками, а также кажущиеся телесно-розовыми молочно-белые фоны с оранжево-коричневыми точками. К ним добавились синие и очень изысканные фисташковые эмали, получающиеся из сочетания белой основы и зеленого краба. Подобные цвета на рубеже веков вводятся очень деликатно, и чистые тона по-прежнему превалируют. Однако во втором десятилетии двадцатого столетия крапчатые эмали начинают преобладать. Их гамма расширяется, они насыщаются уже не однотонными крупинками, сливающимися с фоном, а разноцветными, хорошо заметными точками, как на полотнах пуантилистов. Манере Федора Ивановича подражал целый ряд московских артелей. Одной из самых ярких черт художественного почерка мастера является виртуозная работа с декоративной амальгамой. Золотые россыпи амальгамных точек, решетки, треугольники, прожилки листьев создавали прихотливый и выразительный орнаментальный рисунок. Серебро, растворенное в ртути, наносили шпателем и нагревали. Ртуть улетучивалась, а серебро сплавлялось с эмалевой массой. Амальгама сверху золотилась, но иногда ее оставляли белой, серебряной. В поздних вещах мастерской Федора Рюкерта все цвета, кроме белого, стали сложными, неоднородными. Отпала необходимость оживлять их живописными прожилками, изощренность и цветовое богатство которых поражают в ранних работах мастера. Становясь все более сложными по цвету, эмали одновременно теряют яркость. Рюкерт из года в год вводил в гамму все больше темных тонов. Густокоричневых, холодных-синих, пепельных и серосиреневых, излюбленных в эпоху Арнаво. Главным средством художественной выразительности для него были эмалевые переливчатые орнаменты, сочетающиеся с сюжетными панно. Большая часть миниатюрных картин выполнена по мотивам произведений популярных художников того времени. Ильи Репина, Виктора Васнецова, Константина Маковского, Василия Поленова, Сергея Соломко и других. Первоначально живописные вставки были стекловидными, блестящими и соответствовали исконным традициям русской фенифти. Однако верные приметы, по которой можно сразу узнать неповторимый почерк и самобытный стиль Федора Ивановича, являются вставки, полностью покрытые живописью по эмали с матовой поверхностью. Чтобы добиться такого удивительного эффекта, миниатюру сначала покрывали фондоном, защитным слоем прозрачной эмали, а затем матировали плавиковой кислотой, крайне ядовитым веществом. Работы, созданные в поздний период, отмечены печатью сложившегося фирменного стиля мастера, который по технике и манере исполнения отличался от работ его коллег. С началом Первой мировой войны все находящиеся в России австрийские и германские подданные от 18 до 45 лет были объявлены военнопленными. Многие семьи иностранцев были высланы за Урал, в Сибирь и северные области страны. Рюкерты были отправлены в Уфу и другие губернские города и вернулись в Москву лишь в 1916 году. В 1917 Федору Ивановичу довелось быть свидетелем и февральских и октябрьских революционных событий. Он пережил крушение собственного дела и могущественной фирмы своего многолетнего товарища и партнера Карла Фаберже, вынужденного бежать за границу. Фридрих Рюкерт скончался 7 декабря 1918 года и похоронен в Москве на немецком Введенском кладбище. Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова